МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика» в студии Елизаветы Хмелёва. Смотрите сегодня. Крестьянин торжествует. В Чувашии отметили День работников сельского хозяйства. Ответственные за информацию. В Мининформполитике подвели итоги 9 месяцев работы. Испанские идеи на чувашской земле. Какие перспективы нарисовал чебоксарам иностранный архитектор? Награды за кропотливый труд. Сегодня аграрии Чувашии отметили свой профессиональный праздник. Торжества в их честь всегда проводят на две недели позже Всероссийского дня работника сельского хозяйства. Но даже в середине октября селянам было не до отдыха. Этот год аграриям запомнится надолго. Молочные десерты и ягодное варенье, местные деликатесы и аппетитные салаты. В фойе театра оперы и балета такое можно увидеть нечасто. Свою продукцию здесь выставили крупные предприятия. Правда столы и витрины от вкусностей ломились недолго. Стенды пустели на глазах. От дегустации экологически чистой продукции, которой так славятся чувашские производители, устоять не мог никто. Это мы в общественном питании готовим для посетителей. Да? Вот да. Как потребители психологически привыкают? Да, вполне. Вот с тыквой. Полезная вещь, полезная еда. Надо вот тоже это говорить. Этот год преподнес аграриям немало сюрпризов. Сначала посевы уничтожало аномальная засуха, потом обильные осадки мешали собирать урожай. В Батаревском районе от капризов погоды пострадало большинство хозяйств. Зерновые и картофель с полей убирали не только днем, но и ночью. Теперь аграрии района ждут компенсации из бюджета. То, что сегодня записано в наших нормативно-правовых документах, это перевод в бюджете Российской Федерации, Чувашской республики. Конечно, мы все документы предоставили. И самая большая надежда – это на потерю урожая компенсация федерального республиканского бюджета. Погода испытала аграриев на прочность, но все же закрома удалось заполнить зерном более чем на 400 тысяч тонн. А вот второго хлеба в Чувашии собрали меньше, чем спланировали. Но свою марку самой картофельной республики – региону – удалось сохранить. Чувашская республика является одним из регионов, в которых сохранены значительные объемы производства картофеля, составляет которого 3% от общего российского показателя. Глава республики призвал аграриев делать ставку на инновации. От старых ферм, которые были построены еще полвека назад, необходимо избавляться. Отрасль поднимут только модернизированные предприятия. Перед местными властями и руководителями организаций Михаил Игнатьев поставил и другую задачу. Заниматься нужно животноводством. Это является основным источником дохода любой организации. Те, которые занимаются, они ежемесячно круглый год имеют финансовую подпитку. Подвели итоги, поставили задачи и по традиции наградили лучших. Механизаторы, агрономы, ветеринары и представители других профессий на торжественном вечере главные герои. За эффективную работу им вручили благодарности, дипломы и денежные премии. Медрик Валев, Евгений Анисимов. Республика. К юбилейным датам в Чувашии должны появиться новые объекты. Как в самой столице, так и за ее пределами. Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ о праздновании в 2019 году 550-летия основания Чебоксар и в 2020 году столетия со дня образования Чувашской автономии. Согласно указу, на празднование юбилейных дат планируется направить 25 миллиардов рублей. Первый транш должен прийти уже в следующем году. Правда, некоторые источники сообщают, что финансирование сильно урезано и Чувашия никаких денег не получит. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин в интервью нашему каналу опроверг все слухи. В федеральном бюджете мы уже рассмотрим правительством РФ, внесен на рассмотрение Госдумы. Чаще всего в последние годы показывают, что в ходе рассмотрения в Госдуме наоборот, в виде каких-то поправок добавляются определенные мероприятия. Так что я думаю, что бюджет в том виде, в котором внесен, сегодня в Государственную Думу Российской Федерации, он сокращен. Что касается 2014 года, то сумма, которая должна быть выделена из федерального бюджета, это 7,5 миллионов рублей. То есть для, я думаю, любого бюджета, хоть Российской Федерации, хоть муниципального образования, хоть регионального бюджета, это не та сумма, из-за которой стоит сегодня вести какие-то широкие дебаты. Была встреча главы республики с Дмитрием Николаевичем Казаком, который заверил, что все принятые решения правительства, соответственно, и в рамках указов президента России будут выполнены. «Чувашия» известно как край 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок, но это далеко не единственное наше достижение. Узнать о республике немало нового смогли посетители выставки, организованной в Совете Федерации в Дни-Чувашии. За быстрое погружение посетителей в национальную культуру отвечал ансамбль «Щалал». Артисты продемонстрировали не только замечательные вокальные данные, но и умение играть на народных, бытовых и даже плотницких инструментах. Двуручную пилу зрители воспринимали как самостоятельную солистку. Сама экспозиция была не очень большой, но насыщенной. Чтобы создать у зрителей представление о творческом разнообразии, организаторы отобрали изделия и народных мастеров, и профессиональных художников. Получилось действительно интересно. Столь лестную оценку заслужили керамические работы выпускников Чебоксарского художественного училища. Перед мольбертами же с иллюстрациями к поэме «Нарспи» зрители потрясенно замолкали. Известный художник Праски Витти использует редкую технику горячей мали. Другие приемы легко управляются символами и знаками, и то, что получается в результате, просто завораживает. Достижения народного хозяйства показывать сложнее, но для этого и существуют современные технологии. Все, что не уместилось на стендах, можно было увидеть на экранах. Что же касается уважения к здоровому образу жизни, его участникам делегации удалось продемонстрировать наглядно. Ответственность за судьбу России и отдельно взятого региона – нелегкая ноша, которая по плечу только крепким людям, закаленным и морально, и физически. В том, что в Совете Федерации и Госсовете Чувашии работают именно такие, сомнений не возникло. Страсти на поле кипели нешуточные, игроки даже получали настоящие травмы. Чтобы игра не превратилась в баталию, потребовалось женское вмешательство. Вполне вероятно, что именно оно и решило исход матча. Был забит один единственный гол, к сожалению, в наши ворота. Впрочем, это никого не огорчило. Ну, конечно, человек, когда выходит на игру, на поле, всегда ставит себе задачу, я думаю, что победить. И, конечно, у нас была цель победить, но, к сожалению, нам меньше повезло. Но я думаю, что наша команда играла достойно, ну, с достойным соперником, и не грехи проиграть. Команда Совета Федерации, которую можно считать хозяевами поля, тоже осталась довольной и игрой, и самой возможностью поразмяться на свежем воздухе, и соперниками. На вопрос, что лучше удается нашим депутатам, законодательные инициативы или голы, капитан сборной Совета Федерации ответил попарламентски виртуозно. Я думаю, все должно быть на уровне. И в спорте мы должны показывать пример. И, конечно, в нашей работе, качество нашей работы должно быть на высоком уровне. Подобная встреча не на политической, а на спортивной арене прошла впервые. Но, похоже, она положит начало новой традиции. Коллективные мероприятия, как известно, позволяют познакомиться поближе. А это при совместной работе совершенно необходимо. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Они занимаются важным делом, причем бесплатно. Эти организации так и называются некоммерческие. Накануне Дня народного единства с их представителями за круглым столом встретился глава республики. 1420 организаций, которые работают практически на одном энтузиазме за идею. Столько в нашей республике так называемых НКО, социально ориентированных некоммерческих организаций. Они объединяют людей по самым разным признакам. Научные и творческие интересы, национальность, профессия, благотворительность. Последние два года в результате конкурсных отборов на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций вы знаете, мы выделили 20 миллионов рублей. С федерального бюджета выделяются средства. Мы с республиканского бюджета выделяем. Дальнейшая государственная поддержка сохранена. Просьба к вам, уважаемые руководители, кто возглавляет. Представляю материалы на конкурс. Конкурс, он на сегодняшний день проходит публично, открыто. Однако многие организации не могут получить поддержку не потому, что их дело второстепенно, а фактически из-за формальностей. Сегодня не все организации, которые были победителями 13-го года, они получили средства. Я проанализировав причины, мы соответственно корректировки проводим. В каком плане? Понимаем, что сегодня социально ориентированный бизнес не может располагать даже достаточным штатам квалифицированных сотрудников, менеджеров, бухгалтеров, юристов. Отсутствует этих сотрудников, оно влияет на качество подготовки заявки. В 2014 году в этом плане НКО станет полегче. В республике создадут специальный ресурсный центр, в котором руководителям некоммерческих организаций будут оказывать консультационную поддержку. Впрочем, поддержки НКО ждут не только от государства, но и представителей бизнеса. Для тех, кто готов вкладываться в значимое для общества дело, предложили учредить специальную награду. Ну а следующий год объявить годом благотворительности. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. С 1 января 2015 года должен измениться порядок начисления пенсии. Она будет рассчитываться по-новому. В ноябре депутаты Госдумы приступят к рассмотрению целого пакета документов, связанных с изменениями пенсионной системы. О предстоящих новшествах говорили сегодня на видеоконференции в Москве. Она проходила в режиме онлайн во всех территориальных органах пенсионного фонда страны. В том числе и Чувашия. Проекты законов, внесенные правительством в Госдуму, сообщил министр труда Максим Топилин. Документы прописывают изменения в страховой и накопительной пенсиях. Новую пенсионную формулу предлагается использовать только при расчете страховой пенсии. Правила для назначения накопительной остаются прежними. Новым порядком уходят от абсолютных цифр в рублях. Вводятся индивидуальные пенсионные коэффициенты. Ими оценят каждый год трудовой деятельности. Стоимость годового показателя ежегодно будет определять правительство. Она не может быть меньше прошлогодней. Отдельные коэффициенты предусмотрены за службу в армии, уход за маленькими детьми, ребенком-инвалидом, гражданами старше 80 лет. При выходе на пенсию все годовые коэффициенты будут складываться, а потом переводиться в рубли. Словом, новая пенсионная формула призвана отменить существующую уравниловку. Сейчас размер трудовой пенсии зависит в первую очередь от объема страховых взносов, в которую уплачивает работодатель за своих работников. Причем длительность трудового стажа не влияет на размер пенсии. Достаточно пяти лет при хорошей зарплате, чтобы получать такую же пенсию, как и трудившимся всю жизнь. Если новшество одобрят депутаты, на пенсию будут влиять и стаж, и уровень зарплаты, именно легальный, подчеркивают в Минтруда и Пенсионном фонде. Требования к стажу ужесточаются. Вместо пяти лет, необходимых для получения права на пенсию, прописано 15. Между тем, пенсионный возраст остается прежним. 55 лет для женщин, 60 для мужчин. Но новая формула составлена так, чтобы стимулировать тех, кто готов поработать подольше. За каждый год более позднего обращения за пенсией предусмотрены соответствующие премиальные коэффициенты. А у нас в квартире газ, а у вас? Затем, чтобы голубое топливо доходило до жителей столицы и Заволжья, следит горгаз. Накануне это стратегически важное для Чебоксар предприятие посетили депутаты городского собрания. Нет, у концентрации все набирается, набирается. Ну, сейчас посмотрим, что в результате этого произойдет. Все, макет квартиры, кухни после взрыва. Насколько опасно шутить с газом, посетителям показывают наглядно. Работа предприятия как раз направлена на то, чтобы подобного на реальных кухнях не происходило. Чебоксар-Гургаз обслуживает газопроводы, проводит ремонты, плановые и экстренные, ликвидирует аварии. Здравствуйте. Ваш адрес? Что у вас случилось? Запах газа на кухне. Перекройте, пожалуйста, краны перед газовым оборудованием. Форточку откройте, проветрите, огнем и газом не пользуйтесь, ни курите, огня не разводить. Электроосвещение не включать и не выключать. Приедем, проверим, ждите. Сейчас пропад используют не только для приготовления пищи. Им отапливают квартиры, греют воду. Чтобы подобный бытовой рай не обернулся трагедией, в компании работают не только с техникой, но и с населением. Проводят инструктажи и обучение. Это случается очень просто. Во-первых, работает он на электричестве. Розетка от котла в целях безопасности должна устанавливаться на расстоянии не менее 50 сантиметров. И кроме этого, котел желательно должен подсоединяться через стабилизатор. Так, значит, розетку включили. Газ включили. Включается очень просто. Кнопочку нажали. Котел включился. Несмотря на все эти меры, то, что с этим природным ресурсом нужно быть крайне осторожным, понимают не все. Так, некоторое время назад один из жителей города перепутал газовую трубу с водопроводом. К счастью, обошлось без жертв. Не специалист, подключая газовый прибор, перепутал, как говорится, подводки воды и газа. И газопровод залил нам воду. Тут единственное, чем можно от этого уйти, только приглашать специалистов. Специалисты. Замену газа оборудования должны делать специалисты. Никакого тут... Ни в коем случае самодаку. Любим мы кулибины. Мы все знаем, мы все специалисты. Все во всем разбираемся. Вот это так делать нельзя. После всего увиденного и услышанного взывать к благоразумию граждан, то есть избирателей, предстоит и депутатам. Чтобы мы, вот у нас есть плановые такие посещения, как водоканал, БОС и другие, вот там МУП, ритуальные услуги и так далее. Вот есть ряд предприятий, которые мы как бы обязаны в силу того, что мы депутаты, ну и в силу того, что мы должны до народа довести, как работают вот эти организации, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность города, ну и соответственно жизнедеятельность наших горожан. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня расширенная коллегия Министерства информационной политики и массовых коммуникаций обсудила итоги работы ведомства за 9 месяцев 2013 года. Но начать работу коллегия решили с награждения. Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники районных газет. Другие темы в нашем репортаже. Министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева рассказала, что этот год выдался трудным. Он прошел под знаком преобразований. Некоторые газеты Республики были реорганизованы или объединены в издательские дома. Состоялись торги по продаже 100% акций Чувашского библиотечного коллектора. В этом году увеличилось количество социально значимых проектов. Расширился ассортимент книг, которые выпускает Чувашское книжное издательство. Возросла читательская аудитория у многих районных газет. Расширяет свое навещание национальная телерадиокомпания. В сентябре начались пусконаладочные работы по вхождению национального телевидения Чуваши в кабельные сети операторов в городах Канаш, Ядрин, Шумерля, АллатРь, поселках Вурнара и Бреси. К концу 2013 года вы знаете, что у нас начинается совещание нового радио, Таванрадио. Республиканские СМИ активно освещали мероприятия, которые прошли в Республике. Работу Совета глав Приволжского федерального округа, визит Михаила Бабича в Чуваши, Дни Республики и города, Дни Чуваши в Совете Федерации. Налажено сотрудничество с федеральными средствами массовой информации. Репортажи и программы национального телевидения Чуваши регулярно можно смотреть в эфире общественного российского телевидения. Министерство курирует и сферу информатизации. Важнейшими и на сегодняшний день направлениями развития электронного правительства являются наши два главных проекта. Это перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и переход органов власти на межведомственное электронное взаимодействие. В рейтинге Приволжского федерального округа Чувашская республика по уровню развития информационного общества за первые полгода 2013 года занимает четвертое место. Сейчас в Чуваши с помощью системы межведомственного взаимодействия можно получить 69 услуг. Самые востребованные – услуги службы занятости и ЗАГСа. В этом году удалось завершить оснащение органов госвласти современным компьютерным оборудованием и установлен аппаратный комплекс видеосвязи. Был запущен геопортал. Создана региональная система межведомственного электронного взаимодействия. Зарегистрированы на данный момент все необходимые сервисы федеральных органов исполнительной власти. Разработаны также всевозможные региональные сервисы для предоставления этой информации. Продолжается работа по внедрению универсальной электронной карты. С января этого года принято более 6000 заявлений. Прием заявлений производится в 13 пунктах по всей республике. С помощью карты доступны банковское, дорожное и медицинское приложения, а также есть возможность получить электронную цифровую подпись. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Десятки миниатюрных фонтанов, цветной асфальт, жилые дома у воды и новые павильоны. Испанский архитектор Хосе Осибильо представил общественности города свои эскизы по планировке центра Чебоксар, Красной площади и залива. На публичных обсуждениях побывала наша съемочная группа. Один из крупнейших специалистов по градостроительству в мире, профессор Хосе Осибильо, последние два года детально изучал центр Чебоксар. После того, как увидел нашу столицу из иллюминатора вертолета, приступил к созданию эскизного проекта. В Чебоксаре архитектор привез рабочие материалы и чертежи, которые еще требуют серьезной доработки. Главная задача, которую ставит профессор, уплотнить и заселить центр города, сделать его интересным для горожан и гостей столицы. Условия, чтобы структура центральной части города зажила не просто как общественное пространство, а носила еще более сложный и тяжелый характер позвоночника, соединяющего элемента всей городской структуры. Нечто подобное Хосе Осибильо уже удалось сделать однажды в Барселоне. Сейчас трудно представить, но еще 50 лет назад Барселона была великим в прошлом, но пришедшим в упадок индустриальным городом настоящим. В центре лишь трущобы, вдоль моря склады, причалы, рыбацкие деревушки. Сейчас этот город привлекает туристов со всего мира. Ежегодно сюда приезжает более 10 миллионов человек. Профессор не хочет здесь копировать то, что было сделано в Барселоне и говорит уже его знаменитую фразу, что во всех городах мира одинаковые проблемы, но решения этих проблем должны быть разными. Мы, когда смотрим на карту всего города, понимаем, что речь идет не просто о создании парка вокруг водной поверхности, а речь идет о реструктуризации центра города. Центр должен жить, в нем должны жить люди, он должен быть динамичным. Идеи иностранного архитектора никого не оставили равнодушным. Чебоксарцам предложили в письменном и устном виде изложить свои мысли по поводу представленного проекта. Может быть это не идеал, как должно быть, может не то предложение, которое пройдет, но в ходе обсуждения, в ходе стремления, конечно, можно найти точки приложения. Поэтому, посмотрев сегодня на разработки профессора и посмотрев с разных точек и с высоты и в начинном варианте, конечно, мы равняемся, что в любом случае город будет возвиваться. Сейчас это довольно неблагоустроенная территория, особенно в задней части залива. И я считаю правильным заполнять ее какой-то застройкой, подключать туда бизнес, жилье и, естественно, облагораживать территорию. И вектор Адзин – это прежде всего улучшение центральной части города Чебоксары. То есть с его профессионального уровня он должен был посмотреть и предоставить нам вариант своего видения. У него поучиться есть чему. Поэтому, когда мы его приглашали, мы изучили опыт Казани, разговаривали с главным архитектором Казани. Он тоже нам дал очень положительную оценку его работы в то время. Он там работал где-то лет 8 назад. Рассматривать проект профессора будут теперь специалисты – республиканские архитекторы, градостроители. И только после этого должен появиться проект застройки и развития Красной площади и залива. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Впереди у россиян три дня отдыха. 4 ноября в России празднуют День народного единства. Глава Чувашии поздравил земляков с этим праздником и пожелал всем жителям нашей республики здоровья, счастья, мира, благополучия и любви. А еще 4 ноября в Республике День здоровья. Бассейны будут работать с утра до 10 вечера бесплатно. Я же с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова